Приди причастием. Тое предприди причастие. Тема Один Господь и одна вера. Тема Те. Иди Господь и одна вера. Это слово написано в послании к Эфесянам. И Тое слово и во послании только к Эфесяне. В четвертой главе. Давайте мы вместе почитаем. Дайте заедно, да и прочтим. Эфесянам четвертая глава. Эфесяне четвертая глава. С первого стиха. Итак, я узник Господи на проекторе можно читать перевод. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким всмиренно мудрением и кротостью, и благотерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как бы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас. Ну, мы все это место прекрасно знаем, правда? Мы знаем прекрасно те места. И вы знаете, кто-то может так реально сказать. И некий может докажет. Ну, у нас одна вера. Не имаме одна вера. У православных, у католиков, и у протестантов, евангелистов, у адвентистов седьмого дня, у харизматов, у методистов, у харизматичните методистов. Сегодня очень много направлений. Всегда имаме много направлений. И кто-то может, конечно, не согласиться. И некий, разбираясь, может и не все согласиться. И православные могут докажет, извините, у нас другая. И православные могут докажет, извиняйте, не верами по друг наше. И католики могут докажет, мы вашу веру не признаем. Католиците могут докажет, мы не признаваем ваше веру. Так или не так? Така ли или нет? Вы знаете, в первые времена, Знаете ли, в первые времена на христианство, первоапостольская церковь, первоапостолская церковь, не было ни православных, не было ни православных, не было католиков, ни католическое, и не было протестантных. Ни протестантских. Мне нравится слово, которое говорит наш Господь Иисус Христос. На мен ме харесва слово, которое говорит наш Господь Иисус Христос. Зато, что в старые мякови не налива новое вино. Почему? Потому что в молодое вино оно играет. Потому что в молодое вино то ври. И если заливаешь молодое вино в старые мякови, и ако сложишь новое вино в старые мякови, то просто порвет эти мякови. То ще скъса тези мякови. И вы знаете, мы сегодня можем плалиться. И знаете ли, днес ние можем да се хвалим. Православните могат да кажат, ние сме на 2000 години. От само начало. Католиците могут да кохвалят, нам тоже 2000 години. Протестантите могат да се похвалят, Но вы знаете, хвалиться-то нечем, я могу так сказать, что перефразирую фразу Иисуса Христа, чем старее мехи, тем они более ветхи, и в них уже не нальешь молодого вина. Вы знаете, в книге Деяния в 11 главе, 26 стих, мы все знаем, что там написано, и там написано, что в Антиохии ученики впервые начали называться христиане. И удивительно, что в этом месте слово христиане, думата христиане, написано с большой буквы. Знаете, случайно ли это? Я думаю, что нет. Христиане от слова Христос, и христиане с большой буквы написано, проверьте. и думата христиане написано с гулями буквы. Мне это внушает очень большое благоговение, трепет. Знаете, я хочу сказать сегодня пророчество. Знаете ли, не с иском дадам ино пророчество. Знаете, вот были католики православные. Знаете ли, има и католиции православные. Православие отделилось тысячи лет тому назад от западного церкви. Протестанты восстали, да? Противоставили против католической церкви. Начало с Мартином Лютером. И вот так вот менялись течения за течением. Лютеране, лутеранцы, методисты, баптисты, пятидесятницы, харизматы. И вот учение сменялось учением. И ино учение сменялось с другим учением. Но вы знаете, что будет в конце. Но знаете ли, как можете быть в крае. В конце опять возникнет движение. На крае почти возникнет ино движение. Последнее движение. И это не будут харизматы. И това няма да са харизматите. И это не будут пятидесятницы. И это не будут православни. И это не будут католичи. Няма да бъдет и католицы. Кто это будет? Как виж, какво ще бъде това последнее движение? Это будет христианин. То, что бъде христианин. Христианин с большого буква. Потому что вот прошлый раз я читал проповедь. Приняя подчетох проповедь. И в пророчество Иисуса Христа сказано. Будут войны. Че ще има войни. Народ въстанет на народ. Народ ще въстане против народа. След това ще има глад, мор, землетряси. И написано, претерпевшие до конца спасутся. И е написано, че претерпелите до края 60 спасет. Вот сейчас началось мощное испытание. Сега започна мощно, голямо испытание. Я хочу вам сказать. Искам да ви кажем. Вот сейчас мы увидим. Сега не видимо. Где христиане? Где христиане? Где христиане? Еще раз приведу отличие. О, че видно, че кажи за разниките. Религиозных фанатиков. Религиозните фанатицы. От истинных верующих. Това, което отличало религиозните фанатицы от истинските верующих. Фанатик. Всегда готов. Фанатика той винаги и готов убивать ради Бога. Да убива за Бога. Истинно верующий. А истинские верующие. Всегда готов умереть. Винаги готов до умреть. Даже умереть за свою веру. Даже до умреть за свою веру. Сегодня я хочу спросить у болгар. Несискантапупитам болгарите. Обращение к болгарии. Обращение к болгарии. Кто спас? Кое что спаси? Вот иордан, он болгарин. Иордан не болгарин. Болгар. Болгарскую нацию. У болгарской нации. От Османской веры. Кое спаси болгарской нации от Османской веры. Спрошу точнее. Какая вера? Каква вера? Кто как личность? Кое католичность? Я могу сказать точно. А смогу докажет точно. Знаете, когда я получаю слово знание. Знаете ли, когда я получаю слово на знание. У меня нет никакого сомнения. А снявам никакого сомнения, что оно не сбудется. А оно обязательно точно. Точно и на тысячи процентов. Точно и на хиляда процентов. И когда я вот это получил, я сегодня это просто передаю. Очень много болгар скажет сегодня. Нас спасла. Нас не спасила. Наша православная вера. Православная вера. Я отвечу сегодня. Вы глубоко ошибаетесь. Веет до Бога грешитель. Потому что есть один Спаситель. За что то имя Само един Спаситель. Так Слово Божие говори. Так как говорим Божие Слово. Всего лишь один Спаситель. Имя Само един Спаситель. Болгарию спас. Только Господь Иисус Христос живи. Только личная вера в Иисус Христос спасает. Само личная вера в Иисус Христос спасела. Просто когда нация встала на колени. Просто когда нация да и останула на колени. Его запила к Господу. И вызывала к Бога. Только тогда пришел Спаситель. Само тогда и дошел Спаситель. И тогда пришел Спасение. Никакая религия не спасает на этой земле. Православие не спасает. Посмотрите что сегодня с православием происходит. Сколько сегодня православных воюет и убивает людей. Католицизм сегодня не спасает. В Ирландии до сих пор католики убивают протестантов. Протестантизм не спасает. Кто спасает? Живая личность Иисуса Христа. И кто спасает? Този, който искренне поверил и призвал имято Господне. Кога ще се измени ситуацията в Украине? Когато христианите не православните, не католики, не католиците, не протестантите, а христианите с големи букви станут и возобьют. Станат и започнат да призоват Бога. Не важно къде. Украинцев сегодня много по всему лиху земле. Украинците днес са много по лицето на целата земя. Те, които днес са за мир в Украине. Просто призовут имя Господне. Просто призовут имя Туна Господне. И сегодня это слово оно перед причастием. И не с твое слово предпритчастием. Сегодня я хочу преподать трапезу. Не за сыском даритам трапеза. И не для протестантов. Не за протестанти. Вы можете быть в нашем собрании из православной церкви. Или из какой-либо другой церкви. Какой-либо другой динаминации. И я сегодня преподам причастие. Аз неште преподавам за причастие. За христианин. У меня всегда было глубокое чувство. Знаете ли, в мен винаги имало дълбоко чувство. Когато току-що дойдох при Христос. Бог сразу обратил се к ме. Бог веднага се обърна към мен. Никога не причисляй себе никакой деноминации. Никога не причислявай себе си към никаква деноминация. Будь только Моим. И я буду только Твоим Богом. И аз ще бъда само Твоим Богом. И это мое лично откровение. С 91-го года. Я уверовал. Аз повервах. И сегодня стараюсь быть. И днес се старая да бъда просто христианин. Для меня это очень важно. За мен това е много важно. Потому что Иисус Христос для меня все. За чтото Иисус Христос за мене всичко. Аз живея за Него. Я душу для Него. Аз дишам за Него. И сегодня я открою еще одно место. Вы знаете. Послание к евреям 6 глава. Там дано очень хорошее определение покаяния. Там и дадено много доброе определение на понятие покаяния. Вы можете прочитать это в 6 главе. Можете только прочитать и в 6 главе. С 1 по 9 стих. От 1 и до 9 стих. И там написано о том, что покаяние. Там и написано за твачье покаяние. Это обращение от мертвых дел. И обращение от мертвых дел. К вере в живого Бога. К вере во вживие Бог. Понимаете? Вот это определение. Четкое определение покаяния. Твачье и много точно ясное определение на думато покаяния. Это не какое-то эмоциональное раскаяние. Твое эмоциональное раскаяние. Покаяние в переводе с греческого переведено как обращение. 180 градусов. В укаянии то во впревле тут грецкий означало обращение на 180 градусов. Я шел ко греху. Я был во грехе. Бился во грехе. Я развернулся от греха. И сам все убернул от греха. И пошел к святости. Святость. Отделение для Бога. Святость. То есть уделен за Бога. Отделил себя. Сознательно отделил. И послание Якова. И послание это на Яков. 5 глава 16 стих. Там написано. Там и написано. О том что признавайтесь. Затова признайте. Друг перед другом в проступках ваших. Ибо многое может усиленна молитва праведна. За что то многое может усиленна молитва праведна. Запятая. Чтобы вам исцелиться. За да се исцелите. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете очень важно перед причастием. Знаете ли многое важно перед причастием. Сказать вот это слово. Докажите тази дума. Исповедуйтесь ли вы. Исповедуйтесь. И с какой целью исповедуйтесь. С каква целью да се исповедуйтесь. Вы знаете я верю. Я чувствую это. Аз вервам и чувствам. Что наша церковь сейчас находится в очень блаженном состоянии. У нас не большая церковь. Но не смеем голяма церковь. Но смеем как одно семейство. То значит у меня. Совсем недавно появилось такое желание. Знаете ли. Совсем недавно ми се появили такое желание. До этого как то я осторожно к этому относился. До скорого се отнасях много внимателно к этому. Желание исповедоваться. Желанието да се исповедувал. Пред своим братом или сестрой в церкви. Я начал это делать с определенного времени. А започных да управил в определенном времене. Вы знаете это было еще и тогда в 90 годах. Знаете ли. Тварг управихи 90 годин. Я тогда учил. Тугава учи. Я был уж тогда проповедником. Оште тугава проповяды. И Бог давал очень хорошее учение покаяния. И Бог метаваши много хубого учения за покаяния. И люди начали каяться друг перед другом. И хората започнах да се покаять един пред друг. И я начал каяться так же. А също започнах да се покаям. Я приходил к другому пастору. Утинах пред друг пастору. И говорил я хочу исповедоваться. Ему казах искам да се исповедам. И вы знаете с какой целью я исповедовался. И знаете ли с каква цел аз я исповедвах. Я исповедовал тот или другой грех. Аз исповедвах един или друг грех. С той целью. С тази цел. Що больше уже никогда. Че повече никога с Божията помощ. Сила Святого Духа. Чрез силата на Святия Дух. Уже больше не верну субата. Именно к этому конкретно изповедаме греха. Я давал Богу обет. Аз да Дух на Бога обет. Обещание Богу доброй совести. Убеждание на Бога. И брал человека просто во свидетельство. И просто взимах человека к этому свидетелям. Че повече тва никога не вернется в мою жизнь. Потому что я христианин. За что дал сам христианин. И вы знаете я так освободился от зависимостей. Моей жизнью были наркотики. Алкоголь. Курение. Блуд. Пушение. Блудство. И так постепенно что-то отваливалось от меня. И так постепенно нечто се отмахваше от мен. Если я сегодня осознаю что я что-то делаю систематически. Это скрывается как грех. И ако днес осознавам че праве нечто систематичное. И тва се открива пред мен как грех. Я это исповедую перед братом или сестрой. Аз го исповедвам пред някой брат или сестра. Потому что Бог убрал это из моей жизни. За това Бог да го махне от мой живот. Я сегодня об этом говорю. Потому что я считаю что это очень важно. Говорю го днес за что-то считам че това е много важно. Написано так. Святой да освещается еще. Святие да се освятява повече. Мало только один раз освятится. Не е достатъчно да се освяти само един път. Это постоянен процесс. Това е един постоянен процесс. Апостол Павел пишет я каждый день обновляюсь. Апостол Павел пише аз всеки ден се обновявам. Новият човек в мен се обновява. Новият човек в мен се обновява. А старият човек тлее. Просто что-то уходят от мен. Мы не можем оставаться прежними. Не не можем доставами предишните. Бог каждый день дает все новое. Бог всеки ден дала нечто новое. Вот сегодня для христиан. Не за христианите. Кто чувствует себя христианином. Кто оцерковлен. Кто церковен член. Кто заключил завет с Богом. Кто заключил завет с Богом. Я даже так скажу. Кто сегодня примет такое решение. И още ще добавят този, който днес приеме такое решение. Решение быть христианином. Решение да бъде христианин. Тот може сегодня принять причастие Господне. Само Той може днес да вземе причастие Господне. Потому что Иисус Христос для этого умер. Защото Иисус Христос умрязан това. За да изкупи за себе си Божията церква. Да я очисти от всяко пятно или порок. И поставить перед Собой. И да их поставить перед Себе. Святой и непорочной невестой. Вы можете сказать на это Аминь? Можете ли не кажете на твой Аминь? Аминь. Затова този, който христианин, моля станете. Този, който днес се чувства христианином. Кто принял решение быть христианином. Този, който взял решение да бъде христианином. И сделать для этого все необходимое. И на правил затова всичку не уходим. Исповедли свои грехи. Да исповедли свои грехи. Отложить прежний образ жизни ветвого человека. Да махни предишний отобраз на животное, предишний человек, на старий человек. Оставить систематический грех. Да оставить систематический грех. И позволить Иисус Христу очищать вас постоянно. И да позволи на Иисус Христос да го учиства постоянно. Я прошу пустырей пастор Андрея сегодня. Боле пасторе Андрея сегодня помочь. Да помогни. Александр. Наши рукоположенные служители. Наши рукоположенные служители. Кто не готов или кого совесть сегодня обличает. Което не готов или совеста му го изобличава. То пожалуйста присядьте, чтобы мы знали кому подходить. То моля да седните, за да знаем към кого да дойдем. И аз днес ще се помоля кратичко да экономисам и время. Хотя я чувствую, что можно этого и не делать. Въпреки, че чувствам, че мога и да не го правим. Потому что Иисус Христос сейчас только...